Всем привет! Я Дмитрий Афремов, и это наш проект, который мы сделали специально в джунглях Майя, недалеко от Акумаля и в двух километрах от пляжа. Это арт-ретрит, посвященный творчеству художника Леонида Афремова. Как бы это наш третий проект, который мы делаем таким образом. Проект рабочий, поэтому за мной все покажем. Смотрите, у нас все готово. Отель полностью готов, полностью функционирован. Вчера была первая, так называется, брачная ночь. Мы всей группой там ночевали и были как туристы. Все прошло успешно. Вода есть холодная, вода есть горячая, напор прекрасный. Домики влагу не пропускают, все работает. С 1 февраля начинаем выставлять на Booking.com и на Airbnb. Я работаю с ними достаточно плотно и, в принципе, я не думаю, что будут какие-то сложности там. Также мы запускаем сайт афремов.life.com и афремов.studio. Это два сайта, которые будут приводить на эти места трафик. Мы, как бы, мы айтишники, мы специалисты по интернет-рекламе. Моя компания по продаже картин зарегистрирована 17 мая 1990 года. Мы уже вот 34 года на коне. Мы работаем и, как бы, ни с чем проблем там быть не должно. То есть, проект не очень большой, но в то же время будет достаточно прибыльный. Относительно прибыли, я полагаю, что это будет с одного кьюбокса порядка 2,5-3 тысяч долларов в месяц чистых денег инвестору, тот, кто решит его купить. Это пока на этом этапе. Как только будут данные из РБНБ и Букинга, цена за кьюбик, естественно, вырастет, поскольку там рентабельность просто получится зашкаливающая. Пока есть место, вот мы их продаем практически по себестоимости, чтобы заполнить участок. Сейчас у нас там находятся три кьюбика одноместных, ну, двухместных. Это 18-метровый домик с ванной, туалетом, кондиционером, джакузи. Деревянный пол, железные стены. Все завешано картинами, это наш концепт. Нам так нравится, мы считаем, что так оно красиво. Леонид Афремов, художник, входит в десятку самых продаваемых художников мира. Это по результатам опроса журнала Forbes. Поэтому мы считаем, что этот дизайн, он подходит и он окончателен. Вот, это один кубик. И есть еще один большой, четырехкомнатный. С ним сложнее работать, но мы там собираемся проводить мероприятия. Люди будут арендовать дни рождения, свадьбы. С этим у нас тоже огромный, огромный опыт. Весь дизайн, все сделано, все выполнено в стиле Леонида Афремова, в картинах Леонида Афремова. На территории находится более тысячи работ. Ну, репродукции, естественно. Также там находится арт-школа, куда будут приезжать люди и учиться. Строится ресторан. Он построен, но мы его организовываем, чтобы он работал. Чтобы кормить тех, кто приезжает. Именно тех, кто приезжает. А не тех, кто будет приходить. Мы не открыты для паблика. Нам это не нужно. И также на территории находится и sip and paint. Это люди приходят, учатся рисовать. У большого дома есть бассейн. Маленькие домики идут с джакузи. Расцветка домов маленьких белые. Все завешено картинами практически на 100%. Большой дом коричневый. Тоже завешено картинами на 100%. Пожелания по дизайну, по стилю, по концепции не принимаются. Извините. Относительно проекта. Проект находится на земле размером 1 гектар. Вокруг еще 3 участка по гектару, которые тоже принадлежат нам. У нас есть разрешение на строительство, разрешение на строительство отеля, разрешение на оперирование отеля. Также есть все разрешения на уборку деревьев. Есть электричество генераторное и есть электричество от СФЭ. Кроме этого, есть еще вода, опять же с разрешением, и есть дренаж. То есть, источные воды, которые тоже подключены к центральной системе водопровода. Локация находится в километрах 800 от пляжа. Я проверял вчера. 35 минут дойти, можно просто выйти к пляжу. Инвестировано туда около миллиона долларов в общей сложности. И большая часть этих денег инвестирована в инфраструктуру. То есть, то, что вложено, это инфраструктура, это вода, это электричество, это разрешение, это строительство большого дома, подводка всего к маленьким домам. По нашей УЗУДУСВЭЛО, право на использованные земли, мы можем поставить еще 15 домиков. Вот. Должно работать. Почему ЭКО в скобках? Настоящий ЭКО в скобках – это дерево и выгребная яма в огороде. Ни один турист даже 5 копеек за такое не заплатит. Людям нужен комфорт. Комфорт в нашем климате – это А. Кондиционер. Б. Теплый туалет. С. Холодная, горячая вода. Три этих составляющих, слово ЭКО, от себя убирают. Кондиционеру нужно хорошее электричество 220 вольт. Горячей воде нужен газ, чтобы ее подогревать. Ну и выгребная яма, извините, не думаю, что люди хотят бегать в скворечник. Это надо нормальная дренажная система. Это все ЭКО не подразумевает. Более того, на экологической земле, которая считается ЭКО-резервом, по мексиканским законам строят запрещено в принципе. Поэтому данный проект, он не позиционируется как сильно ЭКО, потому что это дом. Дом сделан из полиматериалов. Это металл, пенопласт, стекловата и пластмасса, по большому счету. Он, естественно, не экологичный, но он дом. В нем полная звукоизоляция, полная акваизоляция. Людям он очень комфортен. Я очень много путешествую именно по таким маленьким отелям. И у меня огромный опыт именно ЭКО-строительства. Давайте так, мануфакчер-строительство и в Европе, и в Латинской Америке. У нас есть похожие проекты в Коста-Рике, в Коламбии, Панаме, Аргентина, Чили. Мы там очень много где делали. Там эти Q-Box, они очень распространены. В Мексику это пока только-только зашло. Мы одни из первых. Поэтому цена хорошая. Любые вопросы спрашивайте. Контракт у адвоката. Все абсолютно официально, прозрачно. Любые документы готовы предоставить. По-хорошему мы хотели расширяться потихоньку, постепенно сами. То есть мы сдаем, строим, сдаем, строим. Но сейчас начинается бум, очень много туризма. И нам, чтобы все это охватить, требуются люди, для которых мы будем строить эти домики. И тогда эта система будет работать лучше и давать нам больше прибыли. Поскольку эти так называемые ЭКО, в больших скобках ЭКО-проекты, они очень здесь рентабельные. Так, теперь сообщение специально относительно консорна «Крыша» и «Стены». Крыша там тройная. То есть крыша состоит из следующего. Во-первых, два слоя кюбокса. То есть там два слоя железа. Потом слой пенопласта. Потом слой стекловатый. Потом слой дюрока. Дюрок – это таблерока, это такой, как… Это не гипс, это цементная плита. То есть, как обычно в Мексике. То есть это обычный цементный потолок. Чтобы вода стекала, мы еще положили ламину сверху, шифер. Во время дождя он не гремит. То есть я там был, я находился во время дождя. Стука дождя не слышно. То есть там очень хорошая звукоизоляция. Вообще там изоляция как холодильник. Поскольку там всюду пенопласт и тепловата. То есть кондиционер держится очень долго. И не прогревается совсем. То есть всем предлагаю остановиться там на ночь, на две ночи. Посмотреть там, оно реально хорошее. Я занимаюсь строительством в Мексике уже 15 лет. У меня в основном я строю конвенциональные дома. То есть у меня три отеля построенных. Здесь два в Плайо, один в Порто-Морелос. Здесь и, наверное, десяток простых домов. Я строю обык, как здесь строят. Кирпич, блок, цемент. И я скажу, что мне нравятся больше вот эти вот сборные домики. Быстрее, дешевле. И самое главное, они для леса намного надежнее, чем цемент. Потому что цемент это начинается коррозия, начинается сырость. Сырость протекает сквозь цемент. Этот домик постоянно будет в лесу сырой. Постоянно будут заводиться москиты. Будет постоянно какая-то трэш типа паутины, железо. Ничего с ним. Оно есть, тем более, гальванически покрытое от ржавчины. Поэтому оно намерто там. Ну, пока вот они стоят, проблем не было. У нас есть два объекта. Вот Акумаль и Тулум. Тулум он не продается, но там отель. Мы построили отель на 26 номеров. Просто трехэтажный отель из этих кью-боксов. То есть, может, всех приглашаю его посмотреть. Относительно наружного дизайна. Дома, они покрашены из-за специальной краски, чтобы оно не было ни раста, ничего. Ни ржавчины, ничего. То есть, там хорошо все прокрашено. Я специально не делал никакой дополнительной красоты по двум причинам. А. Это арт-проект. То есть, у нас все завешено картинами. То, что под картиной клиенту, который там останавливается на 2-3 ночи, абсолютно не важно, зачем переплачивать. Б. Это лес. Оно смотрится органически. Можно, конечно, сделать деревянные панели, зашлифовать, еще раз залакировать. Оно будет выглядеть, как такой деревянный ящичек. Это удорожит процентов на 30 себестоимость и не даст ни одного цента при аренде. Я занимаюсь также арендой отелей и арендой домов. Это один из наших бизнесов. То есть, я готов предоставить полный отчет своих RBNB и Booking.com, где я покажу, сколько мы делаем аренды и что мы арендуем. Вначале, когда самые первые проекты мы делали, мы старались. Вот мой первый проект, Лайя Карт, первая фаза. Я вложил только 400 тысяч долларов в отделку. И оно не дало ни одного цента экстра при аренде. То есть, народу надо локация и занятость. И чтобы с ними развлекались, и чтобы это было в хорошем месте. За чукум на стенах, за специальные окна, за дорогой красивый дизайн цента не дают. Вот поверьте, мне все равно я вложил этот проект, который Акумаль, я его не делал под инвестиции, я его делал под себя. То есть, я мог вложить и больше, и сделать красивее. Но мне бессмысленно. Народ ничего не дает экстра. Да, еще такая вещь, я про нее не сказал. Для общего чата. У нас будет, естественно, не только арт-классы. У нас будет лазер-тег. Это игры типа пейнтбола, только лазером стреляют. Есть шаман, есть темаскаль, есть лесной тур, есть поездка на море. Все, все это включено. То есть, это люди будут все получать при аренде. Но, как бы, основное все-таки искусство. Относительно деревянных конструкций, вот меня сейчас Павел спросил. Деревянные конструкции, они красивые. Мы строили дерево, и как бы у меня есть целый проект, деревянные домики. То есть, мы из Чиапас привозим дерево, которое не гниет, которое не боится москитов. И из него получаются очень красивые, теплые дома. В которых вместе с жителями, людьми поселяются в лесу москиты, тарандулы, пауки и все остальное. Они не герметичны. То есть, как ты его там дюроком, там, треплаем, лаком не зальешь, он все равно через 3-4 месяца рассыхается. Климат у нас дурацкий. Поэтому, деревянные дома, ну, никак. Хотя, я их очень люблю. Мой первый проект, это Рутер для Сенотес. Это Порто Морелос, 36-й километр в сторону Леона Викария. Там у меня было несколько гектаров, и мы сделали достаточно большой деревянный проект. Очень сложно с деревом было работать, причем реально сложно. И оно трескается. Жарко, дерево начинает трескаться. И мантинамиенто там не поможет, потому что в это время у вас там люди. И вы не сможете ацетоновым лаком это все парнишовать, оно будет пахнуть. Бетон отсыревает. То есть, представьте, что даже кьюбоксы у нас на сваях. То есть, мы ставим полутораметровые сваи, чтобы люди могли туда полезть и подниматься, чтобы не быть на земле. Если мы сделаем бетонный дом на сваях, естественно, вырастет цена. Но бетон все равно будет пропускать влагу, будет пропускать плесень. Сколько его импровизанта специальным покрытием не покрывай, это так оно и будет. Поэтому я остановился на кьюбокс. Я вложил кучу денег в этот проект, это мой проект, именно для того, чтобы именно делать промоушен арта и давать дома в аренду. Ну, и вот сейчас мы подключаем инвесторов, но он сделан с душой, сделан для себя. Продолжение следует...